Растление этой девочки, которая уже в свои 11 лет знает не только, что такое секс, что такое групповой секс. Найти девчонку-девственницу в 12-13 уже достаточно проблематично. Это проблема для детей в секс в таком возрасте? В отношении этого ребенка тоже совершено преступление, это надо понимать. Кто-то ее растлил. Если ребенок куда-то собрался, у него может быть секс, неважно, что он говорит. Что делать родителям, которые вот так узнали, что их дети занимаются сексом? Здесь, вот я вижу, меня это просто возмущает, нас клубок преступлений. Эта программа «Все говорят об этом» и «Все говорят об этой истории». 11-летняя девочка позвала в гости то ли троих, то ли пятерых 14-летних мальчиков. И они устроили то ли групповой секс, то ли групповое изнасилование. Сейчас все об этом. Троих восьмиклассников из Первоуральска обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки. По информации портала Е1, подростки познакомились в социальных сетях. Девочка пригласила мальчишек к себе домой. Там не распивали горячительные напитки, а после занялись групповым сексом. Сам процесс подростки снимали на видео. Когда мама одного из парней обнаружила ролик в его телефоне, то незамедлительно обратилась в полицию, надеясь привлечь девочку к ответственности за совращение сына. Но к неожиданности матери уголовное дело возбудили против самих парней. В студии гости, психологи, педагоги, юристы. Давайте разбираться. Во-первых, трое мальчиков было или пятеро? Николай, что вы об этом знаете? Насколько я знаю, все-таки было трое. Информация еще о двух пока ничем не подтверждается, никаких документальных или прочих данных нет. Нет. Насколько я понимаю, из того, что я прочитал, это был добровольный секс. Так, Людмила? Да, говорят, что добровольный. Более того, девочка сама инициировала. Тогда, Сергей Колосовский, почему говорится об изнасиловании? Потому что у нас закон сформулирован таким образом, что любые действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12 лет, считаются насильственными. Примечание, кстати, 131 УК. Поскольку законодатель посчитал, что до 12 лет лицо не понимает, что с ним делают. То есть находится в беспомощном состоянии. Это даже если тот, кто вступает в половую связь, сам несовершеннолетний? А вот тут вот интересная штука. На самом деле, еще две недели назад я бы сказал, что здесь нет состава. Потому что примечание к 131 приравнивает к изнасилованию статью 134. Добровольное сношение лица, достигшего 18, с лицом, не достигшим 16. А в примечании написано, что если лицу нет 12, то это все насильственные действия и так далее. Что в итоге-то получается? Статья 134 автоматически переходит в 134. Вот я этого не понимаю, что куда переходит. В итоге-то что им будет за это? А в итоге получается, что две недели назад опубликовали постановление Конституционного суда. Вот здесь, если услышали, я понимаю, что заумная тема, но куда деваться. Двухлетний барьер. Лицо, достигшее 18, с лицом, не достигшим 16. А Конституционный суд этот двухлетний барьер срезал. Постановление вышло две недели назад. И получается, если, допустим, мальчику 12 лет и один день, а девочке 11 лет и 11 месяцев, то это будет изнасилование. То есть парням сейчас светит изнасилование? Да, им светит изнасилование, причем с отягчающими обстоятельствами. Статья формально от 12 до 20, но учитывая, что они несовершеннолетние, им больше 10, я опять вас арифметикой грузить не буду, то есть у них получается вилка от 6 до 10. Реальных лет? Ну, предназначение наказания до 8 лет к лишению свободы могут дать условно. Ну, и ответственность наступает с 14 лет. Да, ответственность с 14 лет. Можно ли каким-то образом доказать, что это был все-таки добровольный секс, тем более, что есть видео и есть психологи, которые могут поговорить с участниками и доказать, что это было добровольно? Женя, у нас законодатель как раз и говорит, что добровольный секс с лицом, не достигшим 16 лет, приравнивается к насильственному. Что можно сказать о маме, которая залезла в телефон сына, во-первых, залезла, во-вторых, увидела и решила, что ее, значит, по сладкую булочку обидели, сейчас надо девочку наказать, развратницу, и в результате сына посадила надолго. Вот насчет того, что залезла в телефон, это к психологам, а вот насчет того, что пошла в милицию, ну, вот сколько раз говорили, захотели пойти в милицию, в прокуратуру, в суд, по любому поводу, посоветуйтесь с адвокатом. Золотые слова. По любому поводу. Что вы думаете о маме, Игорь? Я полагаю, что вот этот ее сын, это продукт вот такого дефектного воспитания, вот, и здесь налицо, конечно, гиперопека и возможность, видимо, просматривать личные вещи, корреспонденцию, в том числе и телефон. То есть, налицо симбиотичность, то есть, мама до сих пор полагает, что ее сын, это что-то вроде, не то, что неразумное дитя, это, скорее, часть ее тела. И она может делать все, что угодно, как себя почесать где-нибудь, так залезть в ее телефон. Когда она увидела, что ее сына, как она сообщила, развращают, это все равно, что ее, собственно говоря, развращают и насилуют. Александр, что вы думаете? Здесь я согласен, но в данном еще контексте я бы поговорил, в принципе, про эту ситуацию, что есть у нас биологические факторы, да, как мы рассматриваем изнасилование, все остальное есть, у нас социокультурная как раз особенность. И в данном случае Сергей абсолютно прав, здесь мы смотрим, как это по закону в данной ситуации сложилось, а по факту это могло быть абсолютно по согласию и условно дети. Насколько я понимаю, это было по согласию. Инициатором была девочка, так об этом говорят. Да, да, но она своеобразным образом, как недаром было первоначально написано, хотела преподнести подарок по другим источникам, просто тем самым познакомиться с этими мальчиками, которые, ну, там, хорошими показателями и тому подобное, и стать им, там, другом и тому подобное. Вот она выбрала такой способ привлечения. Познакомились через интернет или они были знакомы? Нет, через интернет, через соцсети. Ну, то есть это был еще сознательный поиск, это не просто так и мальчики сознательно искали? Нет, они все жили, живут рядышком, и поэтому это просто круг общих общений и тому подобное. А, ну, то есть через знакомых. Да, Евгений, мысль-то закончилась тем, что это все подростки. То есть 11 лет – это нижняя черта вот как раз подростковой активности и интереса к сексу. Претин, да. Да, абсолютно. И может ли она хотеть секса, как это понимают взрослые, скорее всего, нет. Мы поговорим об этом обязательно отдельно. А сейчас о том, насколько все это за пределами нормы. Мы мало что знаем об этих детях, но вот что об одном из них говорит его тренер. Я, конечно, в шоке об этом. Я как бы сам не ожидал, что он на такое способен. Ну, блин, его поведение не схоживает с этим поступком. Парень неплохой, как бы хороший парнишка. Просто дело в том, что, видите, у него отца нету, поэтому у него воспитания мужского нету. Курить там, не знаю, электронку, он это может. Я его много раз на это ловил и как бы наказывал. А вот чтобы на изнасилование, вот это как бы на него это не похоже. Ну, как бы не способен он на такое. Либо его компания какие-то привели к такому ситуацию, либо что бы. Секс в этом возрасте норма? Норма. Норма? Да. Нижняя граница нормы, я бы сказал. Слушайте, я не уверен, что секс в этом возрасте норма. Норма является другое. Большинство детей зависят от родителей и всегда хотят избавиться от своего детства, как от рабства. То есть родители представляются рабовладельцами, которые запрещают делать то, что делают сами. Поэтому ребенок, видя эти маркеры взрослости, что я... Ну, вью-курю занимаюсь сексом. Да, совершенно верно. Они лихорадочно стремятся как можно быстрее достичь этой финишной черты. Это мотивы, но я хочу уточнить про норму. Николай, вы понимаете, что родители сейчас 11-летних девочек и 14-летних мальчиков вздрогнули, узнав, что это оказывается норма. Секс в этом возрасте. Нет, правильно сказать так. Это норма познания окружающего мира. И одним из элементов познания окружающего мира в этом возрасте является секс. И поэтому то, что для детей в этом возрасте эта тема перестает быть табу и тому подобное, это норма. Это не запретная тема. Друзья, мужчины, мужчины, можно услышать мать, женщину. Я думаю, что, конечно же, в 11 лет секс не норма. Интерес к этой сфере жизни, это, наверное, да. Но он просыпается у всех по-разному. Интерес как норма. И норма, наверное, не для возраста. Интерес как норма. Нет, норма. Я же про действия спрашиваю, про интересы это понятно. Значит, а именно, исходя из личных психолого-возрастных особенностей личности. Для кого-то, вот для этой девочки, может быть, в 11 норма, а для кого-то в 18 лет после брака. Я считаю, что нужен еще и личный момент, личную зрелость учитывать. Поэтому я говорю, что есть у нас биологическая основа, да, есть у нас культуральная. Если мы говорим про биологию, то нижняя граница, это получается 10-11. Но мы родителей не пугаем. Мы настаиваем на то, что все-таки пока не созрел психологически, наверное, вступать в интимный. Хорошо. У ребенка начинается развитие. Хорошо. Я сейчас для иллюстрации хочу показать данные о возрасте согласия в разных странах. Это когда можно заниматься с подростком сексом, и тебе за это ничего не будет. И о возрасте сексуального дебюта, то есть когда начинается половая жизнь. В Анголе, Филиппинах и Южной Корее возраст сексуального согласия начинается с 12-13 лет. В большинстве страны Европы, а также Китае, это 14-15 лет. В странах СНГ, а также Индии и США, это 16 лет. А в мусульманских странах 17-18 лет. В Северной Корее и Саудовской Аравии возраст согласия не установлен, однако необходим брак. Самый ранний возраст сексуального дебюта отмечается в Исландии. Это 15-16 лет. В Турции, США и России прощаются с девственностью обычно 18 лет. А в Азии и мусульманских странах средний возраст для первого секса достигает 22-23 лет. Мы говорим, эти данные говорят о среднем возрасте. Понятно, что есть какие-то разные границы вот этого всего. Во сколько, по вашему опыту, дети начинают половую жизнь? Как рано начинают половую жизнь дети сейчас в современном мире? Ну, я соглашусь с этими данными, которые приведены. 15 лет средний. 15. Средний возраст сексуального дебюта 15. 14-15 бывает уже. Игорь? Да, конечно, 14-15 лет, это совершенно понятно. Но ведь зависит от воспитания. То есть проблема-то в этом. Правильно. Проблема в доступности информации. Откуда дети современные узнают о сексе? Ну, из интернета, естественно. Где смогли, там узнали. Как можно о нем не узнать в наше время? А информация – это и есть, по сути, воспитание. То есть еще Лев Николаевич Толстой об этом говорил, что невозможно чему-то человека учить, одновременно не воспитывая. То есть если человек сам учится, сам смотрит порно-контент, этот порно-контент его воспитывает. И, соответственно… Можно возразить. Есть исследование, которое проводил факультет психологии МГУ, и целая там кафедра, которая занимается. Все-таки первую информацию о сексе и тому подобное находят не в интернете, а, извините, через своих друзей. То есть верстников и тому подобное. На втором месте родственники разного типа и тому подобное. Интересно, что родственники рассказывают о сексе племянникам, племянницам. Ну, не обязательно племянники и тому подобное. Могут показатели рассказать. Если все-таки, вот забегая вперед, будем говорить о половом воспитании, если все-таки в семье нормально, то родители объяснят. Да, сейчас много родителей, которые на самом деле тем вопросом озадачиваются. И, повторяю, исследования подтверждают о том, что все-таки информация… Ну, то есть, скорее всего… Исследование – это одно. И информация от знакомых – это одно. А когда человек видит, то есть… Сам процесс, да. Там процесс, там обучение. То есть, скорее всего, они видели порно. Совсем другое. И, скорее всего, они прекрасно понимали, что происходит. Так? Конечно, конечно. И они хотели действовать так же, как действуют взрослые. И сами снимали это еще ко всему. Хотели, так сказать, заниматься сексом и снимать, естественно, чтобы потом выложить в инстаграм. У меня, значит, не было, да? Слушайте, вы любой сериал включите, там и про выпивку, и про алкоголь, и про секс, и про убийство. Любой контент, который сейчас идет, он по всему этому идет. Вот о чем идет речь, что дети учатся. Они учатся, а так как они пытаются поскорее стать взрослыми, они эти модели поведения взрослых примеряют на себя. И чем раньше у них это получится, тем они в большей степени считают себя личностями, так сказать, уже созревшими. Сергей, по опыту, в старые добрые времена, что было с детским сексом? Ну, я... Между детьми. Я этой проблемы не помню. Ну, просто работая в уголовном розыске, как-то вот с этим мы не сталкивались. У меня другая есть история про деревни. Например, про то, что найти девчонку-девственницу в 12-13 уже достаточно проблематично. Ну, я в городе работал. Сейчас или в то время, мы говорим? Сейчас и лет 10 назад. Что делать родителям, которые, ну, вот так узнали, что их дети занимаются сексом? Сказать, ну, типа, ну, раз начали, то начали. Все равно, рано или поздно бы и начали, и начали сейчас, ну, окей. Или сказать ужас-ужас, давайте мы вас как-то перевоспитаем, запретим. Я думаю, третий вариант – научить пользоваться презервативом. Если мы говорим про относительную норму, то, в первую очередь, это должны родители делать. А что делают родители? Вот тебе презерватив, вот тебе книжка, иди изучай, читай, вот тебе кассета. Но это правильно? Нет, это неправильный вариант. Я считаю, что правильно, если еще добавить не только научить пользоваться презервативом, но и предупредить об ответственности, которая будет влечь себя в эту ситуацию. А еще маленький секрет, оказывается, с детьми про половое воспитание нужно говорить там с 6-7 лет, потому что когда ребенок начинает спрашивать, а что такое мальчик, что такое девочка, у меня вот такие половые органы, а там другие, эту функцию родители выполняют первоначально. Они выполняют на самом деле, да, но просто надо учитывать, в 6 лет мы говорим определенное количество информации и так далее, постепенно увеличивая. А не так, что на 6-летку вывалили все, и он сидит в шоке от того, что... Психологию в любом случае надо учитывать. Конечно, да, да, да. Я правильно понимаю вашу позицию, что если бы это все не было снято на телефон, если бы мама не залезла в телефон, если бы мама не побежала бы в полицию, то ну просто вот в жизни этих мальчиков и девочек был бы такой эпизод, а дальше бы они росли нормальными или нет? Это проблема для детей в секс в таком возрасте? Тут, понимаете, один маленький момент. В фильме «Дети понедельника» очень хорошо говорит Скляр там в роли героя о том, что какую роль для последующей жизни играет первый секс. В каких условиях? В подъезде или там в романтических условиях? Поэтому то, что произошло сейчас с этими мальчиками, плюс шумиха эта, я считаю, что это... Ну, мне жалко этих мальчиков. Если бы не было шумихи, у них бы были проблемы? Позиция родителей. Родитель узнает, что ребенок собрался куда-то в 14 лет, где у него может случиться секс. Он должен не пустить его или ну иди, ну раз ты хочешь? Нет, ну тут это уже не остановить. Если он уже собрался, остановишься сейчас, он входит завтра. Игорь? Конечно, конечно. Конечно что, да или нет? В данном случае речь идет о чем? О том, что родители уже детей упустили, уже есть проблемы в воспитании, уже есть проблемы в образовании, уже детей воспитывает не родитель, уже не педагог, а воспитывают сверстники и воспитывают интернет-контент. Скажите мне, вот скажите мне, родители слушают, ребенок собрался куда-то в гости, ребенок понимает, что, родитель понимает, что там может случиться секс у ребенка. Родителю не пускать его или сказать иди. Конечно, родитель до этого уже должен проинструктировать, уже должен дать какое-то определенное понимание, то есть в данном случае, конечно, должна быть культура общения, а не так, что ребенка, так сказать, он растет как ковыль в степи, а потом он вдруг пошел заниматься сексом, и тут ему вываливают вот это вот все образование сексуальное, да, то он рассмеется просто в лицо родителю. Тут понимаете еще, в чем проблема, мы говорим, ребенок куда-то собрался, где может быть секс, мы мыслим категориями 30-40-летней давности, когда место было найти сложнее, сейчас жизнь стала комфортнее, свободных квартир стало больше, поэтому сейчас, если ребенок куда-то собрался, у него может быть секс, неважно, что он говорит. То есть, если ребенок вышел из дома, то у него может быть секс? Ну вот смотрите, самая простая позиция, как воспитывали нас, да, большое количество, как мне клиенты рассказывают, когда с детьми приходят, самое простое, начиная от того, что принесешь в Подоле, пойдешь на улицу или будешь делать аборт, заканчивая более чем-то цивилизованным, что смотри, вот это делать нельзя, потому что можешь сесть, потому что, потому что, то есть, когда родители... Вот мы сейчас говорим о половом воспитании, половом просвещении, и через минуту мы поговорим о том, нужно ли возвращать вот это половое воспитание, просвещение в школу, чтобы вот таких случаев не было. Мы разбираем сегодня историю, когда девочка 11 лет пригласила к себе троих или пятерых мальчиков, в 14 лет был секс, добровольный, скорее всего, но пацанов могут посадить и, скорее всего, посадят Сергея Колотцовски, да? Я думаю, что найдут мягкий способ не посадить. Но, тем не менее, могут посадить надолго, потому что ей меньше 12, это считается изнасилованием. И вот сейчас о том, нужно ли возвращать половое просвещение, воспитание в школу, чтобы такие случаи не повторялись. Для начала, вот что сказали горожане. О-о-о, надо. А почему? Для того, чтобы традиционные ценности существовали. Конечно, все-таки мы все люди, всем это нам интересно, да, с самого детства. Но кто, как не родители, расскажет нам, что это такое? Да не первостепенно это задача, сами разберутся. Если они вырастают в неведении, то это может привести к каким-то неприятным последствиям, с которыми мы сейчас сталкиваемся ранее половая, очень ранее. Половая жизнь, например, да, беспорядочные половые связи. Чтобы дети не знали, что такое ВИЧ-заражение, СПИД и могли этого избежать. Естественно, от нежелательной беременности в 16. В этом же нет ничего такого. Это естественно. Что естественно, это не безобразно. Если ребенок не узнает об этом от родителей, он узнает об этом откуда-то. И, вероятнее всего, это будет в искаженной форме. Вот смотрите, большинство опрошенных, как мне показалось, все-таки за возвращение полового воспитания в школу. Почему этого нет сейчас в школах? Ну, во-первых, несколько лет назад некоторые оголтелые структуры выступили против полового воспитания. Это так же, как против ювенальной юстиции, не разбираясь ни в том, ни в другом. Ну и мы, конечно, сейчас пожинаем эти плоды. Поэтому однозначно, на мой взгляд, нужно половое воспитание. В какой его форме, какие есть разные учебники, разные подходы и тому подобное, это уже вопрос методистам. Но то, что эта сфера необходима, я убежден в этом 100%, и это необходимо. С Людмилой мы спорили об этом на радио, но считают, что нет, родители должны разговаривать о половом вопросе с детьми. Оставить в семье, потому что каждый родитель знает, как подойти к своему ребенку, когда, и какие слова подобрать для того, чтобы объяснить те или иные явления. Проблема в том, что не каждый родитель это сделает. Это раз, а второе я хочу объяснить. И не каждый педагог это сделает тоже корректно, понимаете? Представьте какую-нибудь Марью Ивановну, которая даже слово «секс» не может... Научат. А возражая вам, извините, пожалуйста, тогда и биологию вам надо отдать родителям, и там, и лидературу. Нет, давайте тоже вот, а не переходить границы. Биологию оставляем, анатомию оставляем. Людмила, Людмила, Марья Ивановна просто расскажет, что за секс с девочкой или мальчиком младше 12 тебя посадят. Это не сексуальное просвещение, это правовое, его нужно. Вот то, по поводу чего мы сегодня собрались, оно, вообще-то говоря, к сексуальному просвещению имеет достаточно опосредное отношение. Здесь проблема исключительно в том, что девочке не было 12 лет. А подростки знали, что такое секс? Вот. Девочка тоже знала, что такое секс. Соответственно, здесь вопрос именно юридического не соглашусь. Горное право нужно знать. Два момента по этому поводу. Есть у Макаренко огромная статья о половом воспитании. И недаром у Макаренко есть такая фраза о том, что нет ничего труднее перевоспитания девочки, познавшие уже половые контакты. И поэтому, для того, чтобы она, в том числе 11-12-летняя, понимала, половое воспитание нужно. С 6 лет, с 7 лет, в какой форме и тому подобное. Это, повторяя, вопросы к мецедистам. Друзья, если вы друзья. Вот, смотрите, давайте я тоже за девочку скажу. Мы так о ней говорим. Вот она, да, ее, значит, вообще-то в отношении этого ребенка тоже совершено преступление. Это надо понимать. Кто-то ее растлил. Понимаете? Она могла играть. Какие-то были, значит, вопросы к родителям, вопросы к семье. И нужно обязательно выяснить, кто, собственно, совершил это половое преступление против этой девочки. Почему девочка не могла посмотреть порно в интернете и не захотеть так же сделать? Значит, друзья мои, тогда родители виноваты в то, за какой контент потребляет их ребенок. Так и вообще здесь, вот я вижу, меня это просто возмущает, нас клубок преступлений. Вы понимаете? Дети употребляли алкогольные напитки. Это маму почему-то мальчика не смутило, что у нее ребенок алкоголь употребляет. Хотя мама тоже за это отвечает. Кто-то продал ему. Вот тренер говорит, ну, совершенно спокойно. Ну, он покуривал там электронные сигареты. Ну, что же? Ну, это не изнасилование же. Это тоже преступление. И в конце концов, опять же говорю, растление этой девочки, которая уже в свои 11 лет знает не только, что такое секс, что такое групповой секс, как собрать желающих на него и так далее. Ну, так в интернете все это можно посмотреть, на порно-сайтах, на чем проблема. Да не только интернет. Вот я вам сейчас послушаю и понял одну интересную вещь. Действительно, понятно, что это у нее не первый раз, там где-то она еще снимала. Это ее растрили кто-то, конечно. Это сейчас, вы представьте, сколько Первоуральск нарубит палок. Они просто возьмут эту девочку и уставят всех ее половых партнеров. И всех закроют за особое тяжкое преступление. Это же клондайк для Первоуральска. Нет, ну девочку-то тоже надо понять и защитить. Уважаемые мужчины, вы поймите, ребенок-то страдает тоже. Вы, Алексей, правильно сказали, что нужно всех защитить, потому что попавцы – это все подростки, которые познают себя, познают этот мир. Тут нужно, наоборот, помогать. Потому что всех посадить, ну, это кровожадность какая-то. Понятно, сейчас времена кровожадные. Игорь, нужно возвращать в школу половое просвещение, половое воспитание в какой-то форме? Нет, сомнений. То есть воспитание должно идти параллельно. То есть школа – это специфический социум, там подача материала совершенно иная, нежели в условиях домашних. То есть педагог, на то он и педагог. Он же не просто, так сказать, податель какой-то, условно говоря, информации, математика, биология или еще что-то. Он воспитатель прежде всего. И воспитание происходит в особых условиях. Дома другие условия. И педагог, и родитель должны идти в связке. Что родители должны рассказывать детям о сексе? Ну, или педагоги? Начиная с самых азов. То есть что такое половой акс, что такое пение, что такое вагина? Рассказывать про то, как дети появляются. Рассказывать, что это есть определенная ответственность. Ну, есть несколько сейчас учебников, несколько программ. Я не готов сейчас, допустим, обсуждать содержание. Они разной степени. И если все-таки отбросим те структуры, которые выступают против этого, можно спокойно начать обсуждение этих программ. И в этих программах, соответственно, юридические вопросы, психологические, биологические. Хорошо, вопрос к психологам. Те, кто возражал против полового воспитания в школе, они довели на то, что это может спровоцировать как раз раннюю половую жизнь. Так? Нет. Да. Нет, то, что они говорили, это и да. Так вот, они говорили это. Я хочу спросить, это правда? Ну, слушайте, на сегодняшний день только психотерапевтических стратегий под тысячу. Каждый специалист, каждый психолог, который работает в том или ином формате, имеет свое понимание. Александр, может ли информация о сексе спровоцировать начало ранней половой жизни? Не знал ребенок про пестики, тычинки? Ему рассказали, типа, классно, надо попробовать. Только прошу не вырывать фразу из контекста. Да, может, но точно так же, как уже Игорь сказал, тысяча вариантов того, что может спровоцировать. Но если я буду знать, что такое секс, если я буду понимать, что я займусь кем-то сексом, меня за это там посадят, либо родится ребенок, я в первую очередь подумаю, оно мне надо. Вот, и важно устранить маркер взрослости, чтобы не было вот этого флюорозапретности. Понимаете, вот чем менее запретно, тем менее интересно для подростков. Чем больше запрета для подростков, там же и все идет через конфронтацию. Вам скажут, что если разрешить все, они все и будут делать. Нет, я бы вот эту проблему по воспитанию, вот вы все как-то этот вопрос проскакиваете мимо, я бы больше сфокусировался на венерических заболеваниях, нежрательных беременностях и прочих неблагоприятных последствиях. Ну, это часть стратегии. Не стоит ли, что после этого никто никогда не занимался сексом, да, и в школы, и не хочу. Почему? Было сказано о том, что в том числе и последствия этого всего дела, юридические, биологические и так далее. Вот-вот, не половое, а правовое воспитание. Ничего подобного, я повторяю, половое воспитание, частью которого является правовое, частью которого является психологическое, частью которого является биологическое. Вот в самом конце нашего разговора нас сейчас смотрят родители, если у них есть дети 10, 11, 12, 13 лет, у них начинается шевелиться мысли в голове, а что же этот ребеночек делает, когда он не дома, когда он гуляет, когда он в гости у друзей. Что родителям таких детей по отношению к своим детям сделать, что им сказать? Первое, те, кто хотят крови, я бы подумал, что именно они не знают, что ваши сейчас дети делают в вашем отсутствии. Поэтому будьте менее кровожадными. Может быть, это и вас, не дай бог, коснется. А второе, что делать, прийти с ребенком и поговорить, что вообще знаешь, что такое секс, ты видел? Просто узнать, что ребенок говорит. Понятно, что абсолютно нормальная реакция ребенка будет изначально застесняться. Кстати, вот эта ситуация – прекрасный повод поговорить. Вот именно. Контекст уже есть. Да, начать разговор с подростком. А ты видел, ты слышал, а ты знаешь, что и все. Игорь, да? Ну, вы понимаете, зависит, опять же, от того, какие отношения сложили в семье. Потому что ведь очень часто бывает так, что, предположим, поймали подростка или ребенка за тем, что он курит, предположим. Или мастурбируют. Это не суть. Но, во всяком случае, вот курящий папа начинает отчитывать сына за то, что он курит. Ну, согласитесь, здесь есть такое экзистенциальное противоречие. И ребенок-то это понимает. И если будет продолжаться примерно в том же, так сказать, в той же парадигме воспитания, то они просто отдалятся друг от друга. И ребенок просто перестанет воспринимать родителя как педагога. В общем, вывод окончательный, следующий, насколько мне кажется, поправьте, если я ошибаюсь. У нас есть возможность извлечь добро какой-то из этой истории, поговорив с детьми о сексе и предотвратив что-то вот такое подобное, нежелательное в будущем. На этом все. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые программы. Пишите в комментариях, что вы думаете про эту историю. И спасибо, что смотрели «Все говорят об этом». Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал!